А вот это удивительное здание было построено на Дворянской улице, ныне улица Куйбышева. Все самарцы знают его под названием особняка Клотта. Особняк выглядит как игрушечный замок среди типовых для того времени строений. Этот милый особнячок был построен для купца Ивана Теклотта в 1898 году. Еще в конце 1896 года Теклотт приобрел пустующее место, по Дворянской улице между угловым домом Дунаева и домом купца Новокрещенова. Братья Теклотты создали в Самаре первую и единственную на тот момент электрическую компанию, которая снабжала всю Самару динамомашинами, эдисоновскими лампочками и прочими товарами. Они первые привезли и установили лифт фешенебельной гостиницы «Националь», где проводили вечера все обеспеченные жители города. Также им принадлежала торговля сантехническими новинками. Собственно, это и обеспечило им разрешение на столь оригинальное строительство. Теклотт и его брат обеспечили городскую праву Самары сантехникой. Прошение подписал самарский архитектор Александр Щербачев. Он же был и автором проекта. И вот в 1898 году, к 50-летию Ивана Андреевича Теклотта, на главной Самарской улице, вырос этот каменный дом с подвалом и антресолями. Двор также располагал каменными зданиями, а в глубине участка был большой сад. Дом был построен в стиле немецкого ренессанса, украшен остроконечными башенками с флюгерами. Архитектору Щербачеву удалось гармонично совместить элементы русского зодчества и европейские мотивы. За более чем 100 лет усадьба Клотта часто меняла хозяев. В 1919 году особняк предназначили для коммунального проживания. С 1990 года в бывшем особняке Теклотта открылась детская картинная галерея и художественная школа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова